Синий дождь в каждой капле любовь. Такое мероприятие прошло в областном центре для родителей и детей с особыми образовательными потребностями. Приурочено оно к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма. На форуме присутствовали около 50 детей с особыми образовательными потребностями. Инициатором и организатором форума выступил женский комьюнити «Бархатный клуб». Даурия Тулешева – мама особенного ребёнка. Все 10 лет с рождения сына она посвятила изучению его проблемы. За все эти годы она познакомилась со многими специалистами в этой области, которые присутствовали на мероприятии, чтобы проинформировать мам и научить их новым навыкам работы со своим ребёнком. Я бы хотела, чтобы такие форумы проходили как площадка для общения между родителем и специалистом. Так как специалист может дать совет маме, так же и мама может подсветить специалисту, как и в какой степени нужно работать с ребёнком. Потому что мать, она больше всех знает своего ребёнка. Синий дождь – в каждой капле любовь, потому что синий цвет, он ассоциируется с диагнозом аутизм. И именно с климатическим особенностям, с дождём. Если у нас синдром Дауна ассоциируется с солнцем, с жёлтым светом, то аутизм он ассоциируется как раз синим цветом. И слоган сегодняшнего мероприятия – это «Меньше шума, больше цвета». На форуме присутствовало семь специалистов – логопед-дефектолог, врач-реабилитолог, психолог, остеопрактик и биоспециалист. Все они делились опытом своей работы с мамами. Мероприятие прошло в оживлённой и располагающей форме, при этом с пользой. Аквагрим, аниматоры были приглашены, чтобы заинтересовать и развлечь детей. Мамы смогли познакомиться между собой и всеми присутствующими там. Эбиотерапия на данный момент является самым эффективным способом коррекции поведения и приобретения новых навыков для детей с рас, с аутизмом. Мы готовим детей к школе, чтобы ребёнок мог пойти в школу, в нормотипичную среду, возможно, с тьютером, возможно, в коррекционный класс. Есть детки, которые добиваются таких успехов, которые идут в обычный нормотипичный класс без тьютера и без какого-либо сопровождения. Необходимо информировать население о проблеме аутизма, ведь таким образом можно решить проблему на ранней стадии его проявления. Ребёнка до года в год важно проверить, если заметны какие-либо малейшие отклонения, незамедлительно обращаться к квалифицированным специалистам, отмечают спикеры форума. Сами организаторы мероприятия благодарны всем неравнодушным людям, которые помогли создать атмосферу на месте проведения форума для деток и мам. Вероника Цветкова, Медед Кайркенов, Кукще, Акпарат.